Подготовка требует больше времени, чем сама лекция. Ну хорошо, начинаем. Всем привет, мы рады вас приветствовать на нашей лекции. Сегодня лекцию, мы решили все-таки представиться. Сегодня лекцию ведем мы, Сергей Чесноков и Алена Фрихалов. Итак, во-первых, мы вас поздравляем с тем, что выходной пережит. Вроде собрались, кажется, все даже. Ну, на группах еще посмотрим, конечно. И впереди завершающие четыре дня интенсива. Вот начинается вторая часть. И смотрите, вот о чем мы сегодня хотели поговорить. Если первая часть интенсива, она характеризовалась таким наличием тревоги. Мы приехали в незнакомое место, незнакомые люди, какой-то хаос. Нужно было себе этот хаос как-то организовать, тревогу снизить. И наша энергия уходила на то, чтобы вообще определить, кто свой, кто чужой, с кем можно дружить, на кого рассчитывать. И, ну, то есть мы понижали тревогу первые три дня. А сейчас наступает завершающие четыре дня. И стало понятно, что интенсив конечен. И здесь возникает следующая такая потребность. Потребность все успеть. Вот сейчас четыре дня на то, чтобы прям вот успеть еще одну сессию на группе обязательно. Успеть взять максимум от своего терапевта, от своего супервизора. Сфотографироваться со всеми тренерами обязательно. Все-все-все-все успеть. И вот что за этим стоит, за вот этой потребностью все успеть, мы хотим сегодня поговорить. Расскажешь про механизм. Какие? Сережа. Да. Я что-то так даже пока не могу сообразить. Ну, я думаю про то, что все успеть, да, то есть есть некоторая такая вот алчность в том, чтобы как-то вот взять побольше, да. И вот для меня так важно вот про, наверное, про разницу алчности и жадности. Вот жадность это про то, что вот я как-то что-то не хочу свое отдавать. Алчность это когда я хочу как-то что-то вот из внешнего мира взять побольше, да. И тогда есть некоторый такой вот как будто бы внутри дефицит. Что мне надо чем-то наполниться. Я чувствую вот, что чего-то не хватает. И тогда оказывается, что если я как-то беру очень много, то может быть проблема не в том, что внутри меня вот чего-то не хватает. Там может быть вот два варианта, на мой взгляд. Первый вариант это когда я потребность в том, чтобы выделить, заменяю на потребность в том, чтобы что-то поглотить. То есть, например, внутри меня есть некоторый аффект, и мне как-то хочется его выделить. Ну, или там есть вот потребность выделить. Ну, например, если что-то съесть, ну, как обходится, например, с отвращением. Есть отвращение. Если что-то съесть, то тогда вроде бы отращение не очень-то и чувствуется. А задача как раз скорее наоборот, как-то выделить, найти какую-то форму для выражения, и тогда становится полегче. Второй вариант, скорее связан больше с обесцениванием, это когда я беру, но не могу это усвоить. То есть как будто беру признание, любовь, что-то постоянно пытаюсь взять, и невозможно это съесть, невозможно усвоить, невозможно принять, что действительно это есть, что меня любят, признают, и как-то встроить это в себя. И тогда очень важно такая работа по формированию некой контейнера, полочки, куда это можно сложить, чтобы это стало частью меня. Наверное, так. Хорошо. Смотрите, что стоит за этим желанием всё успеть. С одной стороны, действительно всё конечно. И жизнь наша конечна, интенсив этот конечен. И это стимулирует, очень стимулирует нас на то, чтобы, ну, правда, успеть. Но, с другой стороны, это получается как на распродаже перед Рождеством. Мы просто хватаем, хватаем, хватаем всё, 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 что вот есть, всё, что доступно. Не очень разбираясь, надо это или не надо. И тогда мы находимся, ну, в такой, в некоторой дихотомии. С одной стороны, правда, надо что-то получить, успеть. А с другой стороны, ну, так можно и отравиться. Если нахватать всего много, то потом можно и, ну, заработать, знаете, ну, так, давайте так, если в рамках интенсива, то некоторое сожаление, что я взял не то, что хотел на самом деле. Потому что я не дал себе вот время, паузу, вообще прислушаться, осознать, чего на самом деле хочу. Просто хапнул и всё. Вот. И вот сложность вот нахождения как раз в этой дихотомии. Мы всё время в ней. То ли прожить жизнь красиво, ярко, побыстрее, больше, вот так насыщенно. Ну, то ли как-то, может быть, не столько много успеть, но зато точно осознавая, что именно мне нужно. Вот смотрите, это нарциссический механизм такой, да, вот нарцисс так и живёт. Он не очень понимает, чего на самом деле хочет, а просто хватает самое лучшее. Что есть лучшее, то я и возьму себе. Какой пример тут, может быть, я не знаю, или... Ну, я думаю, вот немножко побольше сказать про эту дихотомию, да. Про то, что, ну, правда, у нас осталось там 4 дня, интенсив конечен. И тогда, правда, мы попадаем в некоторую вот эту сложность, с одной стороны, про то, что как-то хочется побольше взять. С другой стороны, если не распознать, что действительно, вот, что за потребность, то тогда могу взять чего-то не то, да. И здесь, скорее, вот важная история про замедление, ну, вроде бы то, что как раз на лекциях говорили. Про то, что автоматические какие-то способы, и вот такая алчность, она скорее требует замедления и распознавания того, что действительно мне нужно. И вот это, на самом деле, довольно сложно оказывается, потому что, ну, например, жажда может быть сильной. Ну, дальше, ты же хотел там еще рассказать. Про что? Про что? Ну, хорошо. Вообще вот такое отношение, отношение к интенсиву, отношение к миру, да, представление о том, что я могу заполучить вот все, что хочу, самого лучшего терапевта, лучшую группу, что я могу здесь так много успеть. Это отношение такое, ну, достаточно детское, да, как дети, которые живут в фантазии, которые живут в представлении о том, что вот сейчас еще чуть-чуть, вот еще чуть-чуть терапии, и жизнь моя станет прекрасной, еще чуть-чуть денег, еще чуть-чуть вот партнера там подкручу, подвинчу, он станет получше, и вот тогда-то мы заживем прекрасно. Это все такая, ну, некоторая детская позиция, отношение к миру, ну, и в том числе к интенсиву. Если мы говорим про более зрелое отношение, то все-таки здесь речь, ну, о том, что мы сталкиваемся с печалью, и это неизбежно. Печаль заключается в том, что ни один мужчина, ни одна женщина, ни один терапевт никогда не удовлетворит все мои потребности, никогда не реализует все мои желания. Ни одна группа на интенсиве не будет настолько идеальна, что примет меня и удовлетворит все, в чем я нуждаюсь. И вот это очень по-зрелому выносить эту такую вот невыносимость того, что идеально не будет. Что хочется сделать, когда, ну, в общем, группа не удовлетворяет мои потребности? Ну, вообще поменять группу. Встать, уйти, поменять терапевта, который мне не подходит. Наверняка есть где-то лучше, или партнера поменять. Но вот зрелость, она как раз там, где мы сталкиваемся с этим разочарованием. И понимаем, что, ну, вот здесь, да, печально. Но мы здесь остаёмся и с этой печалью продолжаем жить, продолжаем встречаться с этим разочарованием. Помоги мне здесь, да, Павел? Да, и мы вот как раз вчера так обсуждали про вот такую идеальность и про такой идеальный мир и про ожидания. Вот, и когда мы, соответственно, готовились, то представляли, ну, как-то представляли, как мы читаем лекцию. И вроде бы как раз, ну, представляем, как вот, там, не знаю, вы на нас смотрите, как вы сидите, вот, там, улыбаетесь или нет. Вот, и, а когда оказываемся здесь, то оказывается, что вот эта картинка, она совершенно не соответствует действительности. Мы где-то запинаемся, где-то вот обращаемся друг к другу, где-то теряем мысль. И оказывается, что мы такие вот тоже несколько несовершенные. Ну, и вы тоже несовершенные, как вот слушатели в нашем представлении. Вот, и это обязательно приводит к некоторому такому разочарованию, потому что вот наше представление ожидания, оно не соответствует той реальности, которая есть сейчас. И тогда в этом месте можно вот по-разному с этим обойтись. Можно как-то, например, застрять в этом разочаровании, и, ну, вот, правда, там ожидания не совпали. Так, не знаю, готовишься на какую-нибудь встречу одноклассников, представляешь, как там все будет, приходишь, а там все по-другому. И вот невозможно прожить это разочарование, уходишь, вот, неудовлетворенный. Либо, соответственно, посмотреть, ну, правда, что вот есть такая реальность. И из этой реальности что-то можно тоже взять, что-то можно сделать. Оно не будет каким-то идеальным, но оно вот, там тоже могут быть какие-то ценные вещи. Вот, и мне кажется, что вот такая возможность переживания, разочарования и встреча с каким-то таким непосредственным вот опытом – это такая вот очень, ну, важная, зрелая какая-то, какой-то зрелая способность. И, например, когда вы тоже там приезжали на интенсив или вот приходили на группы, и там тоже были какие-то идеальные представления, какие-то вот ожидания. И они, ну, на сто процентов точно не совпадали с этими ожиданиями. То есть где-то, может, совпадали, где-то нет, но вот так, чтобы полностью совпали, ну, маловероятно. И тогда вот как с этим можно обойтись и взять вот из той реальности, которая есть, которая вот, ну, обусловлена, да, вот то, что вам действительно подходит. Ну, да. Моя такая сразу идея, что если слушатели не идеальные, вот там кто-то зевает, кто-то глаза закрыл, да, на меня не смотрит, ну, так вообще встать, обидеться и уйти. Ну, не буду дальше лекцию читать. Они какие-то не идеальные, да. Ну, вообще можно заметить, ну, да, кто-то не слушает, кто-то слушает. Ну, вот по-разному. Зато я вот получаю удовольствие, сижу рядом с тобой под солнышком грейся. Вот. В общем, вот такая зрелость, зрелость в отношении к реальности, она вот как раз заключается в том, мы в своей фантазии, или вот мы готовы столкнуться с печалью и разочарованием, что этот мир не идеален. Смотрите, детская позиция — это вот, ну, некоторый такой поиск рая, что вот рай возможен. А зрелость — это в том, что рай невозможен. Но это не значит, что я не буду к нему стремиться. Это не значит, что, а, ну, раз хорошо, все равно или идеально невозможно, ну, тогда я и делать ничего не буду. Да нет, буду. И вообще буду делать так, как будто идеально возможно. Но я понимаю, что невозможно. Понимаете? Ну, вот такая хитрая штука, вот такой парадокс в этом. Знаю, что невозможно, но буду делать все, что как будто возможно. Вот. Про теорию парадокса. Да, еще, если так немножко вернуться, да, про вот разочарование и встречу с реальностью, которая действительно есть, то, ну, наверное, вы знаете, да, про теорию парадоксальных изменений, которая была предложена Арнольдом Бейсером. Да, и, соответственно, там вообще примечательна его история. История его такая, что он был спортсменом, лыжником, и у него, по-моему, был полиэмилит, и он лишился ног, и стал достаточно хорошим психологом. Но, например, и, соответственно, теория парадоксальных изменений звучит так, что изменения происходят не тогда, когда я пытаюсь поменять как-то реальность, а когда я пытаюсь принять реальность такой, какая она есть. Тогда происходят изменения. И если бы, например, он продолжал хотеть быть лыжником, то из него вышел бы не очень хороший лыжник, без ног. А если он, соответственно, в его истории, то вот он как-то принял, что, например, ног нет, и исходил из тех возможностей, которые вот есть сейчас. Вот так случилось, что вот такие обстоятельства, тогда из них можно что-то взять и что-то поменять. Вот. И мне кажется, что это вот то, что как раз можно делать, это скорее смотреть, вот, а что, какие, какая реальность есть, и что в ней возможно. Вот. Это вот идея теории парадоксальных изменений, а если говорить про ВТРА и ожидания такого чего-то прекрасного, то, ну, тоже есть замечательная книжка Джеймса Холлиса, да, «В поисках доброго волшебника», может быть, вы как-то с ней сталкивались, как раз про поиск какого-то идеального партнера. И пока мы пытаемся вот найти какого-то идеального партнера, который бы изменил нам какого-то хорошего такого родителя, если родители у нас были не очень, то мы все время будем наталкиваться на, ну, вот, неудачу в этом месте, потому что взрослые отношения не подразумевают вот такой вертикальности, и что другое будет полностью нам отдавать себя и ничего не брать взамен. То есть взрослые отношения подразумевают некоторую горизонтальность. И приходится в какой-то момент правда сталкиваться с тем, что вот найти такого... Музыкальная пауза. Проснулись? Проснулись? Можно по сигналу это делать? А теперь реклама. Вот. То есть поиск такого вот партнера, который бы стал таким идеальным родителем, приводит все время к неудаче. И правда приходится в какой-то момент признавать, и что вот такого повторения, хорошего повторения детства, где вот мог бы быть такой родитель, это вот какая-то невозможная. То есть эта идея, она такая нереализуемая. И в этом смысле, ну вот для меня так рай является такой метафрой такого раннего детства. Да, вот тут роба, там все хорошо, там вот льется еда, ничего делать самому не надо, все прекрасно. Но в такой взрослой жизни это вот правда оказывается невозможным, потому что, ну, во-первых, никто не догадается, чего я хочу, приходится как-то это говорить самому через рот, приходится прикладывать усилия, чтобы как-то добыть что-то для себя. И вот такого, ну, как вот рая, нету и не будет. Ну, для меня он так скорее, как вариант, конечно, возможен там в старчестве, при, например, деменции, когда, соответственно, может быть такие эйфорические переживания. Ну, это скорее такой вот не тот рай, который вроде бы как-то все ожидают. Вот. И получается, что вот нету такого идеального партнера, он будет реальным, его приходится как-то с ним выстраивать диалог, говорить про свои потребности. То есть, правда, отношения требуют усилий. И они вот, как писал как раз вот резник, не для слабых духом, да. То есть, они, то есть, там надо сильно вкладываться. Вот. Угу. Ну, здесь немножко еще про рай, да. Рай – это такая идея конклюентности, да. Вот мы с партнером слияния. Смотрите, слияние, вообще, это очень, конечно, сладко. Это очень заманчиво. Вот мы такие, ну, вот так, абсолютно безопасно, одинаково хотим, одинаково думаем, мыслим. Но, с другой стороны, получается, что, ну, моё я пропадает, и твоё я пропадает. И тогда непонятно, кого любить, да. Если у партнера нет его я, он его, ну, вот, убрал ради того, чтобы быть со мной, то тогда мне не очень понятно, ну, кого любить-то, да. Никого рядом не остается. Вот. И несмотря на то, что в слиянии очень сладенькое, и мы туда как будто и стремимся, с другой стороны, это такое болото, в котором нет развития. Ничего не происходит. Мы не... Ой, что-то упало. Мы не дополняем друг друга, не развиваемся. Вот. Давай я дальше. Я могу дальше продолжить. Давай. И, соответственно, вот в чём, соответственно, идея конфлиентности, ну, слияния, да, она в том, что мы как будто все похожи. И тогда выход из конфлиенции, это как раз про то, чтобы признать, что есть некоторые различия между нами. Что другой не догадается, что он чем-то отличается, хотя, конечно, вот в мечте, вот он такой же, одинаковый, похожий, и как-то обо всём догадывается. И с обнаружением различий бывает очень сложно. Когда я, ну, вот как раз там Макс говорил, да, про это вот в лекции, про диалог, и про то, что психика герметична. И когда мы обнаруживаем различия, то с этим бывают, правда, трудности. Например, вот я помню, что один из таких первых питерских интенсивов проходил на территории Пулковской обсерватории. И там вот мы как-то сидели на полянках, вот, и проходили мимо астрономы, и они почему-то думали, что мы тоже какие-то вот такие юные астрономы, и они так улыбались нам, как-то вот хорошо относились, а потом они поняли, что как-то мы не астрономы, обнаружили, что мы вот из какой-то другой среды, и стали к нам так достаточно агрессивны, вот гонять нас в полянок, вот с газонов, говорят, что вы тут расселись, вот, то есть обнаружение вот такого различия, оно вызывает определенные чувства. И, например, когда вы, ну, например, на группах или где-то обнаруживаете, что другой человек чем-то сильно отличается, у него другая позиция, какие-то другие ценности, что у него другие представления о мире, то это может вызывать какие-то не самые приятные вот реакции. И вот, но с другой стороны, если как-то, например, все похожи, то в этом, правда, не будет никакого развития, ну, там, не знаю, представьте, что все художники рисуют одну и ту же картину одинаково, то вроде бы тогда никакого развития, никакого изменения происходить не может, мы все вот как-то одинаковые. То есть, да, и тогда вот это различие, это то, что как раз дает нам сталкивание с различием, с различием участников, с различием вот ведущих, с отличиями, то это то, что как раз дает нам возможность как-то посмотреть на мир по-другому и вот дает возможность нам развиваться. Да, вот мы уже сказали, что не бывает идеального партнера, не бывает идеального терапевта. Вообще, сама вот эта идея про идеального терапевта и там, идеальную группу, она не просто, ну, бесполезна, она еще и опасна. Вот если, я представляю, если бы, мой терапевт был идеальный, то что тогда? Ну, во-первых, терапевт тогда не смог бы никогда меня понять. Ну, там, вот мои сложности, мой путь, почему я делала такие выборы, но он же такой, блин, какой-то идеальный, и тогда меня не идеально, он понять не может. И вторая такая опасность, которая приходит в голову, это про то, что с таким идеальным терапевтом клиент находится все время в стыде, но он как будто все время не дотягивает. Терапевт становится недостижимым, и клиенту, ну, нужно либо очень стараться, чтобы его достичь, либо как-то злиться, либо, ну, в общем, этот стыд не выдержать и таки уйти, потому что, ну, диалог, диалог невозможен с кем-то идеальным. Идеальный терапевт, так же, как вот это желание идеальной группы здесь на интенсиве, это как стремление, ну, поиск вот идеальной матери, да, в чем опасность идеальной матери? Идеальная мать, ну, это вот та, которая обеспечивает любую мою потребность, любое мое желание, но, но что тогда происходит? Окей, с одной стороны, хорошо, все мои потребности обеспечены, с другой стороны, тогда не происходит никакого роста, нет никакой задачи взросления, мне не нужно взрослеть, мне не нужно меняться. И, к сожалению, в терапии так тоже может происходить, если терапевт идеальный и он удовлетворяет любые мои потребности, с которыми я прихожу, я не сталкиваюсь ни с какой фрустрацией, то тогда не происходит этого, ну, точки взросления, да, или там, изменений. Ну, к счастью, такое невозможно. Вот. И, ну, понятное дело, что ни терапевт не идеален, нету никого, кто вот такой идеальный, догадался бы. Почему? И тогда, вроде бы, это как раз является тем, что как раз, ну, приносит возможность роста, когда вы сталкиваетесь с тем, что вот нет идеальных тренеров, нету идеальных, там, вот, лекторов, терапевтов, и это дает возможность через некоторое, вот, такое недовольство, разочарование, злость, вот, можно как-то через это расти, да, там, обнаруживать какие-то свои потребности. поэтому, ну, вот, кстати, не знаю, например, вот, если вы учились на, ну, в учебных программах находитесь, обычно там бывает, предлагают такое упражнение про плохого терапевта, когда вот предлагают писать какого-то плохого терапевта, потом побыть, и оказывается, что очень даже хорошие сессии с таким плохим терапевтом выходят, потому что плохой терапевт фактически дает возможность как-то клиенту расти, то есть стимулирует его рост через некоторую такую фрустрацию, вот, и, не знаю, терапевт может сидеть молчать, и тогда появляется некоторое пространство клиенту, обнаружить себя, какие-то свои потребности, и как-то их сформулировать, и это, возможно, такой окажется новый опыт, потому что, если, например, как-то до этого какая-нибудь у него была такая мама, которая догадывалась, опекала и удовлетворяла все его потребности, то тогда клиенту не надо было эту работу совершать по обнаружению собственного возбуждения, как акт придачи формы этому возбуждению, и это может, правда, быть очень таким ценным, важным опытом через такое несовершенство, рост через несовершенство. Один из признаков зрелых отношений это интимность. интимность в таком смысле, что я могу рядом с тобой не париться, вообще не переживать, что со мной, какая я, не переживать за то, что я делаю, вообще, что со мной происходит. Ну, например, не знаю, вот если я буду вот так рукой делать сейчас, я там не переживаю, что тебе там как-то, ну, что ты, в общем, подумаешь, что тебе будет плохо от того, что я вот так делаю, если я буду говорить быстрее или медленнее, чем ты, то, блин, что же ты тогда по мне подумаешь, наверное, подумаешь, что я вообще, не знаю, плохо подготовилась, или наоборот, хочу больше говорить, чем ты. Нет, вот это, в общем, такая как раз интимность в том, что я свободен рядом с другим, но при этом мне не все равно, что с тобой, мне не все равно, что с моим партнером. Несмотря на собственное ощущение вот такой свободы и возможности быть любой, быть любым рядом с партнером, при этом мне все равно, что с ним, да, мне не все равно, как ты себя чувствуешь, как твое здоровье, как тебе сейчас здесь сидится. Вот это прям такой вот залог зрелых отношений. Попробуйте свои отношения в этом протезе. В том числе отношения в группе. Вот как вы себя в группе чувствуете. Вот пришли в группу и, собственно, ну, свободно там. Я могу быть любой в группе. Могу спонтанно спрашивать, спонтанно отвечать, быть спонтанным, предъявлять спонтанность. Или я же нахожусь в группе и все время думаю, так, вот сейчас мне не время сказать, сейчас я еще, ну так, этого пропущу, этого, этого. Нет, а то обо мне подумают, что я какой-то вот там слишком навязчивый или еще слишком какой-то. Вообще я слышала такую формулировку, что, собственно, задача терапии – это возвращение спонтанности клиенту. Потому что нас сильно учат свою спонтанность как-то вот удерживать и ее прятать с самого детства. Так вот, когда в терапии, если мы возвращаем клиенту вот такую возможность или приобретаем сами как клиент такую возможность быть свободным рядом с другим, при этом замечая другого, волнуюсь другом, то, собственно, это и есть такой хороший результат терапии. Я думаю, что то, что ты говоришь про интимность, это требует времени, потому что невозможно быть интимным каким-то вот и не контролировать свое поведение с первым встречным. Вот это первое. Второе, я думаю, про то, что ты говоришь вот как-то быть любой рядом со мной. Вот не знаю, готов ли я, чтобы ты была любой вот такой вот рядом со мной. То есть мне кажется, что как раз вот там две стороны есть. И про некоторое такое возможность быть спонтанным, но и при учитывании контекста, где я нахожусь. Потому что если как-то его не учитывать, то можно попасть в некоторое бестсцентство. Вот там взять и начать писать в середине группы, например, вот как-то вот выйти. Вот, то есть все-таки контекст, мне кажется, очень важно учитывать. Конечно. Вот. А бестсцентство, это как раз, ну, вот на мой взгляд, там история не про отсутствие стыда, а скорее про нечувствительность к стыду, когда его слишком много. То есть я не чувствую, где стыдно, а где нет. То есть вот учитывание контекста, мне кажется, очень важный такой вот момент. Это первое. Второе, вот про то, что я хотела сказать про присутствие ВКонтакте, диалог, мне кажется, вот как раз Данила Холмов про это говорил, да, про то, что вот, ну, очень прекрасно, когда я могу сформулировать мнение, его высказать, еще лучше, когда я смогу услышать ответ и как-то к нему еще и отнестись. Для меня вот как раз вот это, наверное, про такой вот баланс между свободой и учитыванием другого, когда я могу и как-то и сам быть свободен, но еще и смотреть, что с другим, выбирать. И это всегда, мне кажется, такой сложный момент в отношениях, потому что всегда приходится вот между этим выбирать. Я думаю про свободу. Говори. Так, я говори про свободу. Ага, ты говори про свободу. Ну, один еще из аспектов таких зрелых отношений, вот на мой взгляд, это как раз наличие некоторой свободы. Вот, и, то есть в отношениях, на самом деле, нам все время, ну, есть какая-то свобода, есть какой-то выбор. Выбор того, вот, выбор между собой и другим, да, то, что как раз тоже вот Бог Резник говорил, да? Или Трезник. Вот, это как раз к предыдущей идее так тоже относится про то, что все время приходится выбирать вот между собой и другим. И свобода, ну, вот гештальтийская идея как раз, что свобода, она всегда присутствует в некоторых рамках, что такой абсолютной свободы не существует, а есть некоторая свобода в некоторых рамках. И в этих рамках как раз и может быть свобода. Например, время группы как-то ограничено, но вот в этих границах можно очень много такой свободы испытать. Если свобода как раз не имеет каких-то рамок, то тогда становится не очень безопасно, не очень понятно, и там как раз скорее будет много таких опасений, много такого напряжения. Это такой важный принцип при воспитании детей, он так и называется свобода внутри границ, такой баланс между фрустрацией и поддержкой. Есть эти границы, во столько там, я не знаю, ты садишься в уроки во столько спать, между этим временем ты можешь делать все, что хочешь. То же самое в терапии. Есть сеттинг, есть наш час, есть время, когда мы встречаемся, расходимся, и есть относительная свобода. Конечно, я с тобой абсолютно согласна про контекст, который нам приходится все время учитывать. Но относительно контекста есть некоторая свобода, и вот как раз внутри этой свободы может тогда появляться творчество и диалог. Еще я думаю про то, что вот в отношениях всегда стоит учитывать, что другой свободен. Свободен оставаться в отношениях, либо уходить. И это такая идея, которая на самом деле, ну, которую не просто бывает пережить, что в отношениях нет гарантий. Что там, не знаю, другой может умереть в любой момент, я могу умереть в любой момент, да, что кто-то может уйти, я могу уйти. И всегда это вот некоторый выбор оставаться или уходить. И тогда, с одной стороны, это добавляет такого напряжения, потому что будущее неизвестно нам. И никто из нас не может проконтролировать будущее. Вот, а с другой стороны, это как раз, вот возвращаясь к идее конечности, дает ценность вот настоящему моменту. То, что в настоящем моменте может происходить что-то ценное, и это может уже не повториться. И оно может закончиться в любой момент. Тогда вот хорошо бы как-то тем, что есть, этим можно пользоваться. Простите, сколько у нас времени? У нас остается 4 минуты. А, у нас остается 4 минуты. Хорошо, тогда о чем важно еще? Вот я 4 минуты скажу. Вопросы, может. Может, вопросы, правда, есть какие-то, а то мы так уж... Да, Сережа. А можно пару слов про различие спонтанности и импульсивности? Ага. Как вот в психологии определяется, что человек чем отличается из свободы? Свобода — это время между стимулом и реакцией. То есть импульсивность для меня это как раз скорее про отсутствие свободы и про некоторый автоматизм. Некоторую автоматическую реакцию. Спонтанность для меня подразумевает некоторый вот этот люфт между импульсом и реакцией, когда я могу выбрать, как на это отреагировать. Угу. Понятно? Может быть, еще вопросы? То есть там еще где-то... Как вы назвали свою лекцию? Она в целом про ожидание реальности или как по имену к вам? Да, прекрасное ожидание реальности. Мы очень долго думали про название и главную идею лекции. Идея была про некоторые... Ну, про зрелые отношения и про такое вот как... Быть ее в этом мире. Да. Зрелые отношения и быть ее в этом мире. По-моему, хорошее название. Угу. Угу. Ну что, мы так... По-моему, мы какие-то основные идеи с тобой рассказали. Если чего-то еще разворачивать, то мы не успеем оставшиеся там две минуты. Поэтому, если есть вопросы, то мы с удовольствием. Если нет, то... То и нет. Спасибо. Задайте кто-нибудь вопрос. Угу. Ну, ладно. Тогда... Хорошо. Хорошего вам. Подождите. Только не расходитесь. У меня еще есть объявление традиционное. Да. Спасибо за внимание. Продолжение следует...